здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий опять решил в начале ролика прокомментировать ситуацию но что-то там станет коллекторских служб происходит я не знаю лучшую эту сторону либо худшую но там стали появляться вменяемые сотрудники не так часто но попадается я выкладываю на ваш суд переговоры с одним из таких вы понимали да работала переадресация я в очередной раз взял трубочку чтобы подготовить на ваше внимание на стандартный какой-то ролик представился естественно братом данного конкретного человека всем известно уже многим точнее известно что они как только попадают на юристов либо срабатывает переадресация они это понимают у них четкий должностный инструкции тут же прекращать разговор но с близкими родственниками у них наоборот приоритете общения потому что через близких родственников по их мнению можно очень сильно скажем так повлиять на платежеспособность в кавычках должника клиента в этом случае вот так вот зацепился этот разговор и все что из этого вышло пожалуйста слушайте вашему вниманию разговор даже не с коллектором и с человеком который по ошибке на мой взгляд попал на проводе здравствуйте здравствуйте беспокоит амелина и санса очень главный специалист административного искания о тебе коллекция действующего интереса полосборбанка формира запись разговора могу услышать марину михайловна нет она вышла это брат ее старший очень приятно дату рождение можете назвать ее да ну что вы такое говорите нет не буду называть почему я должен непонятно не обязаны не обязаны согласен если вы можете ли в таком случае запишите контактный телефон для нее наш знаете в чем дело она пригласила меня и приехала с другого города как раз таки решать все ее проблемы том числе финансовые вернее в приоритете финансовые и она в любом случае с вами и с любыми другими кредиторами беседовать не будет устный формат общения поддерживать не намерена она потому что я все-таки взял на себя смелость возможности собственно говоря решить финансовые проблемы в ближайшее время потому что человек должен зайти в новый год без долгов и так я готов выслушать ваши претензии если они у вас либо предложения вы знаете сообщать сведения брату который можно установить принадлежность которого мы не можем действительности мы не имеем право весь вопрос в том чтобы вы тогда стали перезвонили нам пока так и коль вы родственник и намерен принять участие вот в этом вопросе урегулирования в этом случае такая возможность может быть предоставлено когда вы сами по номеру 8 800 а вы немного на себя берете в том числе вы и ваши указание руководство в вашем случае конкретно я с вами беседую вы наверняка должны держать ответ за свои слова вы имеете право вы нам даете вы не подозреваете что эти права вам нам вообще предоставлены конституции и мы имеем право общаться только с банком они с представителем данном конкретном случае на наружу отдать и договорю нарушена конституционное право моей сестры на неприкосновенность ее личной жизни частной жизни и то что она отдала в банк свою информацию и теперь банка совершенно бесправно нарушил закон о банках и банковской деятельности в частности закон о банковской тайне передав непонятно кому актив бизнес коллекшн который никакого отношения вот вы сейчас и будете говорить что это дочерняя организация я вас разочарую да есть ооо актив бизнес коллекшн а есть пао сбербанк две обособленные структуры совершенно разные два совершенно разных юридических лица не имеющих с точки зрения юридического права никакого отношения друг к другу только лишь агентский договор между вами существует хотя и в этом сомневаюсь я и в этом сомневаюсь нет нет договор существует я могу номер назвать так это ни о чем не говорит номер договора агентского понимаете ну хорошо агентский договор на основании которого вы должны позвонить имеете право вернее позвонить до сообщить о долге и намекнуть о возможных последствиях не перегибая палку вот и все получили информацию и вообще решать какие-то вопросы вам не дает право этот договор просто информационный вот фрагмент не больше и не меньше то есть сообщили позвонили положили трубку правильно я вас проинформировал что если вы намерены как брат вы называетесь родственникам принять участие в решении вопросов ваши сестры финансов что вам нужно по телефону или звонить в нашу организацию вашего зачем не звонить ваша я буду только лишь сбербанком а вот прошел я вам нужна номер горячей линии сбербанка за 3 банком соседние парадные находится ну хорошо таким образом как бы вы в состоянии получаете и без нас регулируете вот именно хорошо что вы это понимаете прекратите названивать моей сестре вот и все дать распоряжение какие-либо там о прекращении звонков я не полномочий так вы получается у вас это устраивает принимать те или иные решения я являюсь главным специалистом да какой же не главный вы даже не специалист вы просто человек который передает информацию выражает своим языком звонилка но я слышу мужской голос вас она не озадачивает неужели не нормальная работа для мужика хороший вопрос я подумал только не лукавьте пожалуйста подумайте над этим и перестаньте сами себя позорить прям другого слова не смог подобрать позорить да я вспомнил вы видите вы даже вынуждены максимально корректно и вежливо хотя я подозреваю что вас там но выворачивает наружу вы хотите что-то сказать но на фоне 230 фазе и чувствуя что с вами разговаривает специалист юридического права вы правильно это ощущаете да мне 14-летний стаж я юрист с четырнадцатилетним стажем так вот вы хотите что-то сказать и не можете вы больше готовы получать какие-то оплеухи моральные нежели сделать попытку потерять свою работу большинство из каждого ванны в принципе поэтому действительно следует так тогда вообще парадокс как вы человеком могущие вот действительно здраво рассуждать причем в единицу времени вот прям сейчас извините за выражение за сленг фильтруя информацию правильно продолжаете этот разговор я на вашем месте я от вас не требую продолжение если вы желаете прогол мы продолжаем буду продолжать этот разговор потому что таких сотрудников как вы очень мало я надеюсь их еще станет меньше потому что вы покинете этот пост с позволения сказать найдете нормальную работу хотя бы даже пускай раздавать листовки это более достойная мне кажется работа и приносящая меньше вреда чем работа коллектором может быть да нет могут быть уверены если что касается конкретно обозначение плюсов и минусов плюсов вашей работе нет только уничтожение собственного статуса к человеческого и стремление обобрать людей где тут плюсы я не вижу я такого стремления нашего врага людей так нет вы может быть этого недопонимаете но вся сущность тура коллекторской конторы любой как бы она красиво не называлась и чей бы дочка или внучкой она не являлась несет себе лишь только вот эту цель обобрать людей потому что следуя призывам коллекторов человек никогда не вылезет из кредитного времени если не произойдет чудо там клад какой-нибудь наследство от родственников а вот но тогда и коллекторы не нужны действуя так как говорят коллекторы человек еще больше в глубину в трясину в болото заползает поверьте я вам говорю как юрист серьезным стажем и последние четыре года я как раз занимаюсь тем что помогаю людям попавшим в трудно финансовые ситуации именно с банками еще ни один коллектор не спас человека подскажите подскажите какие вы предложите эти решения конструктивные законные ну вот по погашению к примеру возрасте задолженности консультируйте должников какие мы не консультируем работа хорошо это наработаете что у нас в нашем государстве имеет право не платить если ему нечем это делать потому что в нашей стране нет ни долговой тюрьмы не уголовного преследования за не соблюдение простых договорных отношений то есть договор кредитный это суть того же любого договора аренды договора я не знаю там можно любые там юридические фрагменты сейчас вспомнить да и не соблюдение условий какого-то договора несет за собой лишь только гражданскую ответственность точностью наоборот преподносят ваши коллеги не дружащие с головой и не способные размышлять извините таких у вас подавляющее большинство не платить это как бы такой скажем решение давайте начнем самого начала почему происходит эта ситуация да мы сейчас затронем совсем чуть-чуть политику но с позиции морального аспекта банки это все организации вообще кредитные учреждения кредитные организации это банки они все на иностранном капитале основаны если вы хотите знать или знали может быть но это подтверждение то есть ни один банк даже не зарегистрирован а у нас в как юрлицо максимум налоговое отчитывается даже центробанк зарегистрирован в соединенных штатах америки понимаете более того банки не выдают настоящие деньги банки не воспринимают деньги как суть купюры они их воспринимают как товар причем товар виртуальный это вот как на песке на пляже взять горсть песка вот так же банк воспринимает деньги они не понимают ценности этих денег в отличие от людей которые их получают и действительно горбатятся за то чтобы возвратить эти деньги банку еще и с процентами естественно в нашем государстве нереально вы же наверняка знаете закредитованность на 14 год по данным росстата 48 миллионов человек имеют проблемную задолженность значит да вы наверняка знаете да например по им трудоспособного населения до 80 процентов трудоспособного населения вот так это на 14 год статистика растет вы посмотрите сколько банки выдали в пятнадцатом году кредитов знаете сколько 17 17 триллионов рублей это при том при всем что ввп страны в четыре раза меньше то есть они выдали несуществующие деньги понимаете а требуют с граждан настоящие живые деньги и люди лезут в петлю люди продают последние несут в ломбарды а как они могли выдать ведь получение кредита происходит при получении наличных кассе не всегда не всегда не всегда если вы потрудитесь уточнить сколько выдаются в виде наличных а сколько в виде инструмента так называемого банковского пластиковых карт который с картами ну где-то они обналичиваются через банкоматы напечатать денежную массу несложно верно чем обеспечить вопрос в том-то и дело обеспечивается она чем ничем более того если уже совсем глубоко заходить то то что сейчас мы в руках держим виде купюр это банковские билеты и написано да 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 банковский билет это вексель друзья мы это вексель когда банк допустим даже если возьмем в гипотезе будет выдавать настоящие деньги то на самом деле он выдает вексель а перед этим берет этот вексель только в нашем случае вообще в электронном виде у центра банка и подписанный договор это простое обеспечение векселя и когда человек подписал договор и передал его сотруднику банка в этот момент банк перед центром коммерческий банк перед центробанком перестал вообще что-то где-то быть должным вот и все более того опять же ни для кого более или менее сведущего человека не секрет что банк выдаю банк имеет право формировать свой кредитный портфель на основании своего капитала грубо скажем если у банка есть свой миллион он совершенно спокойно может выдать кредитов на 10 миллионов рублей воспользовавшись ресурсами центробанка а центробанку плевать каким образом вернуться деньги через то дышло через которые они вышли да вот уж извините за такие вот формулировки да через коммерческий банк либо через другие ресурсы да через налоги все равно деньги крутятся внутри страны живые деньги поэтому центробанк не коммерческая структура и он списывает коммерческому банку совершенно спокойно если центром а если коммерческий банк предоставит документы просто бумажки подтверждающие что он предпринял все возможные методы законные для взыскания долга и совершенно спокойно продолжает взыскивать вот у меня у самого сбери полтора миллиона три года назад было взято и совершенно спокойно не то чтобы простил я определенные предпринимал действия да чтобы при том при всем что эти деньги были в большей части выплачены но потом знаете да 2008 год начало кризиса и потом два года назад и у нас бизнес немножко пошатнулся а вот я был вынужден окунуться с головой вот в эти проблемы да и для к удивлению своей к радости к своей же я обалдел когда я понял что ничего никому я не должен ничего в буквальном смысле не выдавали и требовать они с меня толком ничего не могут в итоге кончилось тем что банк подал на меня в суд где я полностью убрал всю неустойку совершенно спокойно ну да при определенной юридической компетенции это можно сделать любой человек снизил сумму долга чуть ли не в три раза банк естественно расторг договор со сбербанком то есть нет договора нет роста кредитной шапки и так далее и тому подобное после чего через судебного пристава стал платить по 500 рублей потому что больше не могу определенные письма всякая вот такая вот собственно говоря переписка меня привела к тому что судебный пристав совершенно спокойно сказал хорошо платите сколько можете платил я ровно четыре месяца после чего судебный пристав не позвонил я пришел и получил документ об том что кредитор отказался от претензий потому что мы не выгодно получать 500 рублей он не может в этом случае признать договор безнадежным да и подать в центробанк документы о списании этого баланса отрицательного понимаете ему проще сформировать третье лицо подставное перепродать якобы ему долг а третье лицо приходит чтобы сам сбербанк не позорился грубо говоря отказывается от претензий вот и все это называется создать условия когда банку выгодно отказаться от претензий вот таким вот образом это выглядит то же самое мы сделаем с моей сестрой я вас понял есть другая сторона отрицательной этой системы дело в том что необходимости скажем так шевелиться зарабатывать развивать бизнес усилия по возврату денег что стимулирует стимулирует снижение активности деловой в данном случае можно и согласиться с этим то есть общество начинает паразитировать на самом себе да и в дальнейшем это ведет к самопоеданию системы экономической так это выгодно это выгодно для банков это выгодно для банков это загон в стойло государственный такой знаете это диверсия государственная против населения чем больше человек должен как наполеон говорил легче всего управлять испуганным стадом верно? так вот вот это вот и происходит с позиции банков то есть банкам самим выгодно получается что человека загоняют в кредитную кабалу выдавая деньги они заведомо понимают что человек не рассчитается в большом отве случаях и вот и получают этот результат а если вы утверждаете что банки заинтересованы может быть вы правильно говорите я даже вас уже не воспринимаю как коллектора я вас нормального как члена общества воспринимаю вот заметили да то есть с коллекторами я так бы не разговаривал спасибо вам кстати за то что есть такие еще люди так вот дело в том что если так рассуждать то у нас может произойти революция если мы начнем действенно стимулировать людей к ведению бизнеса к наведению порядка в своем кошельке и так далее но люди в большинстве своем отказываются мыслить и думать как у меня говорит один знакомый поляк в России достаточно добилов чтобы банковская система процветала Дмитрий вот так он мне говорит это европеец человек который в достаточно цивилизованной стране живет и пользуется кредитным продуктом под два процента годовых ну тем же Сбербанком в Польше много отделений Сбербанка чтобы вы знали и там два процента годовых это самое высокое а в России идет действительно диверсия в отношении граждан выдача вот этих денег заведомо понимая что люди не отдадут в той же Польше есть производство в той же Европе есть производство где люди работают без претензий на коммерческую какую-то составляющую то есть привыкли вставать утром на работу идти вечером с работы и в конце месяца или там в конце недели получать гонорар это тоже это часть общества и ничего в этом плохого нет не всем быть предпринимателями да кто-то должен работать на предпринимателей и сподвигнуть людей там как я считаю кредитами какой-то нормальной жизни нереально мне кажется надо давать больше возможностей тех же недорогих кредитов и идти навстречу по-человечески а не по-коллекторски не загонять людей в петлю не давать кредиты людям которые заведомо не могут отдать а давать платежеспособным людям ну это оценки Рийского банка уже вы знаете даже как сейчас 300 тысяч взять можно с одним паспортом я уже молчу про микрофинансовые организации у меня есть клиент у которого 400 с лишним тысяч только по МФОшкам он просто за два дня прошел пешком через весь город и набрал 480 тысяч по МФО заведомо понимая что отдавать не будет это я это он и не эксплуатировал еще онлайн займы где он еще столько же может набрать вот это на предмет проверки платежеспособности и рисков кредитных учреждений и вот микрофинансовых структур понимаете да это нет но я и не скажу что он кинул с точки зрения простого человека он занимается мошенничеством с точки зрения банка это это очень хорошо для него вот и все для банка то есть сам человек не отдаст деньги но банк не понесет вообще никаких убытков потому что если бы это касалось банка а не МФО да то денег как таковых в природе не существует которые выдали этому человеку с МФО понимаете все намного проще те 2% в день которые начисляются в общем в общей массе вот этой всей кучи народа алчного которые берут эти 10 тысяч по 2% в день ни о чем не думая естественно слегка и покрывают те деньги которые взял этот гражданин и все бизнес безубыточный пока будет существовать человеческая алчность этот бизнес будет процветать всегда какие бы законы не выходили вот и все так что я не знаю с чего мы начали уже точнее не могу точно вспомнить но суть в том что деятельность банков можно каким-то образом оправдать ну на мой взгляд вообще не подлежит обсуждению дело в том что это глобальный вопрос ну и в формате помощи моей сестре может быть мы к нему и вышли да но решить что-то в этом разговоре наверняка не получится ну во всяком случае мнение у нас может быть где-то пересекаются но мы кардинально разными вещами занимаемся вы взыскание я недостаточно компетентен чтобы молоды сделать ну то есть знания пока начальные знаете я не знаю что творится в коллекторских службах в частности в актив бизнес коллекшн я не знаю по каким критериям вас отбирают вот кандидатов на этот пост но по-моему с вами ошиблись вы если вас задуло каким-то не тем ветром туда потому что я имел удовольствие не раз разговаривать с сотрудниками актив бизнес коллекшн в основном с дамочками ну там какие-то курицы да с наличием с объемом мозга соответствующим работают как вы там попались как вы там оказались я не знаю что вас вообще сподвигло какие жизненные обстоятельства поверьте ну я сейчас не пытаюсь вас жизни учить ни в коем случае ну вы просто что-то не то делаете во-первых вы не получите никакой пользы от этой работы никакого карьерного роста вам не светит ну если конечно может быть я сейчас не разговариваю с одним из руководителей руководителей этой организации вот только вот с этой такой скажем так поправочкой если вы простой сотрудник как вы сказали и у вас полномочия только лишь передать информацию я категорически вам рекомендую просто от души уже через минуту после того как мы прекратим сеанс связи задуматься над тем что вы делаете и даже из коммерческих побуждений из тех же алчных побуждений никакого карьерного роста вы там не получите максимум до начальника какого-то отдела но я надеюсь вы человек смотрящий далеко вперед и вам нужно будет что-то своим детям рассказывать чем вы занимались говорить своим детям что вы работали в коллекторском агентстве либо вашим друзьям либо вообще людям которые будут вас окружать мне кажется не совсем хорошо ну не знаю вот так вот еще что-то по поводу моей сестры вас интересует нет нет к сожалению вот согласно требования которые предъявляются с новым законом в котором снова например мы не можем беседовать с людьми ну скажем так родственные отношения в которых не установлены я понимаю только да на основании 230 фазе только разрешение самого должника вы имеете право разговаривать в связи с этим как говорится обсудить вопросы ну все хорошо моя сестра отправит все в письменном виде устный формат общения сейчас официальное заявление дело устный формат общения мы игнорируем разрешение на передачу персональных данных третьим лицам тоже отправили разрешение отзыв согласия на передачу информации третьим лицам тоже в банк отправили на основании 230 фазе также мы после нового года когда он полную силу ступит отправим запрет на то что мы отказываемся передачи нашей информации да и вообще не хотим чтобы банк делегировал какие-то отношения третьим лицам будем общаться только лишь с банком все на этом приятно было поговорить очень-очень странно в хорошем смысле слова неожиданно желаю вам здоровья счастья и хороших эмоций не связанных с этой работой а связанных с какой-нибудь другой работой спасибо до свидания удачи вам до свидания ну вот так друзья да здесь собственно говоря все сказано что называется те кто все-таки хочет более глубоко изучить вопрос пожалуйста в описании видео приглашение на наш бесплатный вебинар на котором мы затронем очень много интересных моментов как устроена банковская система вот это все будет не на бегу а подробно с чувством с толком с расстановкой все на вебинаре вебинар бесплатный расписание по ссылочке ну и собственно говоря в этом же описании этого ролика вы найдете помимо ссылки на приглашение на вебинар еще и ссылочка на наш официальный сайт все тоже там пожалуйста посмотрите видео на сайте убедитесь в том что мы работаем по серьезно проверенному алгоритму это все доступно объяснение там совершенно доступно не нужно периодически даже начальных знаний иметь чтобы все понять ну и ссылочки на нашу группу вконтакте пожалуйста вступайте наверняка этот ролик вы сможете увидеть на каких-то других каналах если в описании ролика не будет вот этих вот ресурсов по которой еще то этот канал скорее всего занимается плагиатом наши ролики из нашего согласования но и тем самым раскручивать свою популярность ваше дело подписываться на такие каналы или нет если есть описание под роликом есть наши переходы на нашу группу вконтакте на наш сайт можете смело подписываться и люди согласовывают с нами свои действия ну а с вами был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты компании аля всего хорошего счастья и успехов финансового благополучия вам на вашем месте до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания